Режим самоизоляции продолжается уже третий месяц. Однако многие подростки в нашем городе его не соблюдают. Они гуляют большими компаниями, без средств индивидуальной защиты и не держа дистанцию. Сидят на лавочках во дворах или заходят толпой в магазины. Как психолог я, конечно, понимаю, и родители-то понимают, что в подростковом возрасте понятно, что общение, оно важно. И не получится его заменить сразу вот так вот, просто по щелчку сделать его виртуальным. Всех перевести на разные платформы виртуальные, сказать, ребята, теперь вы общаетесь так. К этому придется привыкать. Если подростку категорически запретить выходить на улицу, он может сделать это назло. Родителям важно объяснить ему все риски такого поведения. Сказать, что поступая по-своему, ребенок может принести вирус домой и заразить всю семью. Нужно предоставить подростку выбор – гулять и общаться с друзьями или поберечься. Выбор, он осуществляется взрослыми людьми. Подросток – это у нас еще взрослеющий организм. Но предоставляя ему выбор, ты автоматически делаешь его взрослым. Ну, хотя бы в твоих глазах он становится взрослым. И это важный психологический момент, когда мы даем ответственность человеку за его поступки. Даже в выборе о том, что идти на улицу или не идти. И после этого уже наступает такой момент, что подросток немного переосмысливает это все. Еще одна проблема, которая встала перед запертой дома семьей – отсутствие личного пространства. Нужно выстроить систему пребывания дома так, чтобы у каждого члена семьи был либо свой уголок, либо время, в которое он будет заниматься своими делами. То есть, если подросток у вас из своей практики играет на гитаре или учится играть на пианино – дело шумное. Вы, как взрослый человек, должны понять это и принять. И определенное время подросток должен этим заниматься. Если вы не хотите, чтобы он бунтовал и убегал из квартиры – не провоцируйте. У подростка должно быть свое время. Также Андрей Кочкин советует не пренебрегать совместными семейными ужинами, просмотром и обсуждением фильмов или настольными играми. Все это поможет скрепить семью и потом, когда режим самоизоляции закончится, с теплотой вспоминать проведенное вместе время. Также важно осваивать интернет-платформы, которые позволят встречаться на расстоянии.